В Москве подвели итоги конкурса «Славим Отечество». В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось торжество неочествования победителей. Поздравить участников специально приехала супруга председателя правительства Российской Федерации Светлана Медведева. Репортаж Инны Тихоновой. Вы проявили любознательность, интерес, познание. Вы славили наше Отечество и достижение русского народа. Конкурс «Славим Отечество» проводится впервые в Москве. Он объединил 500 московских школ и более тысячи учащихся с 5 по 11 класса. Дал возможность ребятам продемонстрировать свои таланты. В конкурсе «Славим Отечество» школьники смогли проявить себя по четырем направлениям. В фотографии, в театральной постановке, в чтении стихотворений и просто в произвольной творческой форме. Более тысячи школьников приняли участие в конкурсе, организованном Русско-Православной Церковью при поддержке Департамента образования Москвы. Но все же основными целями конкурса стали вовлечение юношей и девушек в исследовательскую и творческую деятельность по изучению отечественных достижений в культуре и науке, искусстве и архитектуре. Подвигы граждан России в исторически значимые для нашей страны периоды. Формирование у них уважения и любви к своей родине. «Надо служить преданно своему отечеству. Если надо, то надо сражаться до конца, не отступать». «Наша родина по-настоящему самая лучшая, самая единственная и неповторимая. И только на нашей земле было такое огромное количество героев». «Я люблю свою страну. Моя страна очень красивая. И я очень горжусь, что я в ней живу». Этапы конкурса проходили целый месяц. За это время школьники смогли больше узнать о героях нашей страны, о писателях, об ученых и исторических деятелях. Интерес ребят к своей родине, на удивление учителей и организаторов с окончанием конкурсной программы только возрастал. В своих творческих работах они учились славить свое отечество. «Име воспринято гораздо глубже, даже чем, думаю, мы педагоги. И присутствие сегодня на молебне, и в виде этих детей, и присутствие вчера на репетиции, вы знаете, я вот просто была сама растрогана до слез, насколько дети погружаются и возвращаются к тому, что мы с вами называем духовностью и русской духовностью». Лучшие исследовательские работы будут представлены на международной конференции в Государственном историческом музее 25 ноября. Кроме разнообразных призов, победители конкурсной программы ждут экскурсии в Сергиев Посад и Собор Василия Блаженного. Продолжение следует...